4 августа на территории администрации Каспийска состоялось принятие воинской присяги военнослужащих срочной службы пограничного управления. Отметим, что впервые за 17 лет в пограничные органы возобновился набор солдат срочной службы. Началось мероприятие с приветственной речи главы города Бориса Гонцова. Уважаемые друзья, с праздником, с этими знаменательными событиями, каспийчан, что мы принимаем в нашу дружную семью еще один символ наряду с символом Андреевских флагов Каспийской флотилии. После торжественной речи главы муниципалитета над зданием администрации Каспийска подняли флаг пограничной службы ФСБ России. Вскоре делегация направилась на площадь города для открытия церемонии принятия присяги. Служба в пограничных войсках, пограничной службе – это огромная школа жизненная и боевая. Это в то же время высокая честь, оказанная вам, потому что вам доверено с сегодняшнего дня применять присяги охрана границ Отечества. В мероприятии приняли участие генерал-лейтенант Андрей Карпенко, заместители председателя правительства Республики Дагестан, Муслим Телякавов и Рамазан Джафаров, главы пограничных районов, руководители силовых структур, а также близкие и родные военнослужащих. Представители госструктур Республики провели присягу, где срочники дали клятву честно и добросовестно служить нашему великому российскому народу, исполнять все обязанности воина-пограничника и присягнув единожды сегодня, быть верным отчизне на протяжении всей своей жизни. Клянусь, свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь, достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечества. После присяги срочники в течение трех месяцев пройдут курс молодого бойца и будут направлены для службы в подразделении охранять границы Российской Федерации, а именно Дербент, Ахты и Хунзах. Задача очень сложная. Участок государственной границы у нас тоже достаточно сложный, я бы хотел сказать. И горный, и речной, и лесной участок. И нам, конечно, нужно всем помочь этим нашим молодым ребятам валиться в наш коллектив, чтобы вместе выполнять эти задачи. Ну и я бы, конечно, хотел передать сказать большое спасибо родителям за то, что воспитали таких прекрасных ребят. Завершилось торжественное принятие присяги военным маршем под патриотические композиции в исполнении самих военнослужащих, а также прощанием с близкими и родными, которые пришли поздравить срочников в этот знаменательный день. В свою очередь ребята поделились своими ожиданиями от настоящей воинской службы. Я жду ярких моментов хорошего товарищества. Спасибо.